Дорогие мастера, всем привет! Сегодня снова с вами я Татьяна Ташута и очень важное видео о практике по классическому наращиванию ресниц. Данное видео для вас будет очень полезно, если вы просмотрели все мои уроки предыдущие по обучению. Сегодня мы можем с вами тогда приступить к практике. Что нам для этого понадобится? Нам понадобятся вот такие гидрогелевые патчи, либо это могут быть бумажные патчи, но в данном видео я использую вот эти патчи. Вы можете сразу наблюдать, как я их заклеиваю, ими очень удобно пользоваться, поэтому в принципе я вам рекомендую, ссылочки на такие патчи будут под видео. Далее нам нужен будет праймер и обезжириватель, либо вот такой вот один-единственный праймер. У этого праймера, я уже повторяюсь не единожды, состав одинаковый с обезжиривателем, только плюс еще здесь куча разных кислот, которые имеют более сильный состав, поэтому в данном видео я использую только такой праймер. Это праймер фирмы Vivienne, очень хороший, тоже мне нравится. Далее. В видео я буду использовать два пинцета. Это пинцет острый и пинцет изогнутый. Пинцет изогнутый Expert by Vivienne Mini L. Для новичков он удобен как в классике, так в объемах 2 и 3D. Это очень-очень-очень удобный пинцет и понадобится вам, когда вы пройдете курс классики обучения. И 2 и 3D объемы, когда начнете осваивать, вы сможете не покупать новый пинцет, потому что он абсолютно подойдет также для 2 и 3D наращивания. Острый пинцет у нас будет фирмы Vetus. Это ST11. Я его рекомендую. Очень острый, легко прорабатывать внутренний угол. Пинцет тонкий и имеет удобную длину. Бывают пинцеты или намного длиннее, либо намного короче. Этот пинцет Vetus ST11 имеет очень хорошую, именно подходящую, я бы сказала, длину для обучения и для того, чтобы вы к нему привыкли и работали с этим пинцетом. Далее, нам понадобится также клей. Клей в этом видео я использую фирмы LAVELY, клей NEO. Еще не было у меня о нем отзывов, но обязательно будут. Этот клей сейчас один из моих фаворитов, я его постоянно использую, но как для новичков это слегка быстрый клей, поэтому вам было бы удобнее использовать немного медленнее клей, например, iBeauty с оранжевой крышкой. В данном видео я использую вот этот клей. Нам понадобится щеточка для того, чтобы прочесывать реснички. Нам понадобятся микробраши, чтобы наносить закрепитель. Понадобятся ватные палочки в случае, если у нашего клиента будут немного слезиться глазки. Глазки бывают чувствительные, возможно, на свет или еще на что-то. То есть, ну, иногда этот элемент в нашем наращивании, он очень полезный. Также ватной палочкой можно наносить праймер. Не только можно наносить микробрашами, а можно ватной палочкой. Особенно если ваш клиент использовал какие-то жирные средства или еще что-то, будет разумнее и гармоничнее вытереть их именно ватной палочкой. Они более хорошо убирают налет. Микробраши, они просто как бы наносят этот состав, а вот ватные палочки, они удаляют, полностью удаляют весь налет, пыль, жир и все остальное. Далее в конце уже работы мы будем использовать закрепитель. В данном видео я использую закрепитель фирмы iBeauty прозрачный. И рекомендую, девочки, если покупаете, покупайте только прозрачный. Черный закрепитель новичку использовать крайне трудно. Потом будет у вас вокруг глаз все черное и некрасивое, если вы не сможете его конкретно, аккуратно нанести. Поэтому для первого времени покупайте для себя только прозрачный закрепитель. Впереди нас ждет практическое занятие по классическому наращиванию ресниц плоскими ресницами. Всем приятного просмотра! Первым пунктиком нашей работы это будет нейтрализация нижних ресничек. Для этого мы аккуратненько наклеиваем гидрогелевый патч, внимательно просматриваем, чтобы отделить верхние реснички от нижних ресничек. И посмотреть, чтобы никакие реснички не спрятались под патч. Для этого мы внимательно будем просматривать внутренний и внешний угол глаза, приподнимая слегка его, и искать потерявшиеся реснички. Все реснички должны лежать поверх гидрогелевого патча. После этого, как мы проделали эту процедуру, мы приступаем к обезжириванию и наносим праймер на наши реснички. На данном видео мы используем праймер фирмы Vivienne. Аккуратненько микробрашами наносим его на верхние реснички. Также для этого можно использовать ватную палочку. Ватная палочка не только наносит состав, она также хорошо удаляет налет, пыль и грязь, вытирая полностью с ресничек. Итак, мы будем работать с помощью безымянных пальчиков. Безымянный пальчик на левой руке нам будет приподнимать века, помогать. Безымянный палец на правой руке будет отодвигать реснички. В данном видео мы работали с клеем фирмы Lavely. Клей называется Neo. Итак, приступаем к работе. Сейчас я вам продемонстрирую, как мы клеим первую ресничку. Что для этого нужно? Мы отделяем острым пинцетиком ресничку, приподнимая немного века, если реснички лежащие на патче. И с небольшим отступом мы ставим ресничку полностью на натуральную ресницу. Таким образом получается сцепка между искусственной и натуральной ресничкой. Итак, далее, что мы еще должны были бы сделать с вами? Это сделать наши глазки, чтобы были в конце наращивания по форме одинаковыми, чтобы они были симметричными. Для этого мы будем использовать пинцет и ручку. Пинцет неважно какой, вы можете использовать тот пинцет, которым вы пользуетесь. Делаем такую себе разметку на патче. Эта информация звучит для начинающих мастеров. Со временем вы немного набьете руку и вы сможете не использовать полностью всю эту схему. На данный момент мы нарисовали три лучика с помощью пинцетика. И сейчас эти лучики мы будем разделять еще на части. Потому что глазик у модели глубоко посаженный и нам нужно его вытянуть. Для этого мы будем использовать беличий эффект с длиной 14. Это достаточно большая длина, поэтому растяжка в ресницах будет много. И нам нужно все размеры ресничек поместить на этом патче. Итак, мы делаем беличий эффект. Нарисовали излом брови, где сравниваем с изломом брови нашей модели. И рисуем полностью растяжек ресничек. Это получается от 10 до 14. На самом деле, девчонки, в этом видео я поставлю на внутренний угол. Еще буквально 2-3 реснички будут стоять с размером 9. То есть на видео я их не нарисовала, но я знала, что первые две ресницы это будут девяточки. Итак, и дальше мы приступаем к наращиванию наших ресничек. В конце видео вы сможете увидеть, что я буду демонстрировать, что каждая ресничка, она находится отдельно друг от друга. Если где-то получаются какие-то сцепки между собой, на видео также вы сможете это увидеть. Я буду их расцепливать. В данном видео я максимально старалась приблизить наращивание к наращиванию не профессионала, а больше, чтобы оно было доступно для вас, как для новичков. Чтобы вы могли понять, если у вас слаживается та или иная ситуация, как из нее нужно выходить. То есть если у вас получилась где-то сцепка, вы ее тоже должны уметь расцепить. Итак, вы видите сейчас, какая капелька клея на ресничке. Это великоватая капелька, поэтому я ее слегка обтираю сначала по ресничке. Почему я так делаю? Потому что это лето сейчас. Летом носка ресниц и вообще ресницы, они немного хуже даже, теоретически немного хуже носятся. Солнце слишком палится с химический состав клея. И вообще очень сухой воздух, сухость, она также быстро подсушивает клей. То есть вы только капнули каплю, она уже пошла в взаимодействие с воздухом, и клей начинает немного подсыхать. Поэтому летом капелька клея должна быть слегка побольше, чем зимой. На данном видео я еще раз хочу вам напомнить, что мы делаем форму беличью, беличий эффект. Потому что глубоко посаженный глазик, мы его захотим немного вытянуть. Вытягивать я буду его длиной с помощью вот этого беличьего хвостика. Длина будет 14. Итак, мы начинаем наше наращивание от внешнего глаза к внутреннему. Делаем это каркасом с промежутком где-то 5 мм. То есть каждую ресничку вы примерно делаете отступ, чтобы у вас было максимально меньше сцепок. Если у вас не удалось с первого раза посадить так, как вы захотели качественную ресницу, вы можете ее убрать и прицепить, вот как сейчас произошло. Например, убрали и прицепили. Цепляем вот аккуратненько, чистенько, хорошо прицепили нужную нам ресничку. И задаем обязательно этой реснице, мы задаем направление. Сейчас смотрите внимательно, потому что на видео я буду делать именно задавать направление ресницы. Приподняли безымянным, поставили ресничку и слегка наклонили ее в сторону. То есть все реснички на правом глазу, внешний угол должен смотреть направо, внутренний угол у носа должен смотреть больше на носик. И только серединку вы выставляете напрямую. От этого будет зависеть моделирование вашего глазика. То есть вы должны четко задавать позицию каждой ресницы. Вы поставили на ресничку, вы ее немного подгибаете в ту сторону, в которую вы считаете она должна стоять. Глазик должен визуально у вас получаться развернутым, с красивой формой. Итак, мы продолжаем делать наш каркас. От виска с небольшим интервалом мы наставили уже наш первый круг каркаса. Теперь мы наставляем уже второй круг. По заполняемости, после того, как вы сделаете второй круг каркаса, глазик будет достаточно уже смотреться более наполненным. Ресничку обязательно вы должны цеплять, одну искусственную ресничку, на одну натуральную. Это и является основной технологией и основным понятием классического наращивания ресниц. Это одна ресничка к одной. Данное наращивание выполнено для новичков, для того, чтобы вы имели понятие, как это делать, чтобы вы могли, возможно, вы сами обучаетесь по видео, так как у меня много обучающих видео. Сначала мы проходили теорию, теперь мы дошли до практики. Я хочу вам донести весь процесс от начала до конца. Если вы обратили внимание, то данное видео длинное, и, девчонки, правый глазик был сделан полностью от начала до конца, весь под видео, специально для того, чтобы вы смогли непромежуточно, чтобы вы не думали, что я где-то что-то вырезаю, обрезаю или еще что-то. То есть это наращивание полного правого глазика. Я постаралась сюда добавлять разные элементы, такие, которые могут пригодиться вам, как новичку, в наращивании ресничек. И в конце вы сможете посмотреть, я буду показывать, что все реснички, они отдельно стоящие друг от друга, поэтому вдруг у вас где-то получаются между собой какие-то сцепки. Также здесь на видео вы сможете увидеть, что их можно слегка растянуть пинцетиками. Я покажу, как можно делать, как нужно делать и как, наверное, не нужно делать. Поэтому просматриваем это видео внимательно. Я думаю, уже после такого видео вы сможете приступить к самостоятельному наращиванию ресниц. Если у вас будут какие-то первые свои результаты, вы все-таки решитесь попробовать. Без обучающих курсов, исключительно по видео, присылайте мне указанные контакты под видео мои. Есть там группа и страница в Инстаграме. Поэтому по возможности буду стараться всем ответить и посмотреть, какие, возможно, у вас есть ошибки. Очень важным моментом есть это проработка внутреннего угла. И, конечно, работа с клеем. То есть капля должна быть не большая, не маленькая. Вы здесь можете наблюдать. Если я беру большую капельку, я слегка дотрагиваюсь к патчу, я ее немного приобтираю. Если я беру достаточно хорошую каплю, я могу немного протереть по ресничке и поставить ее на ресничке. Это все у меня уже выработано как бы автоматически. Я не всматриваюсь особо, какую я там беру каплю. Работаю я на данном видео с кольцом. С кольцом я работаю всегда. Это индивидуальный подход мастера. Это ваш выбор. Вы можете работать с палеткой, вы можете работать с камнем, вы можете работать с чем угодно. Это просто ваш профессиональный подход. Мне очень удобно работать с кольцом также, потому что кольцо хранит очень хорошо каплю клея. Я берегу и разумно расходую именно клей. И клей, который я использую, большинство они просто гипоаллергенные, поэтому никаких испарений я от них не слышу. Поэтому клей тоже важно очень подбирать. Работая с внешним и внутренним углом, это одни из важных моментов и важных этапов. Всегда это самые проблемные зоны. Почему? Внешний угол. Достаточно часто бывает у девочек, в основном с подкрученными кучерявыми волосами, это бывают какие-то проблемные ресницы, они могут быть закрученные, покрученные в разные стороны. Это очень трудно. Вы все равно должны ресничку будете выставлять не по росту натуральной ресницы, а вы ее все равно должны будете выставлять по направлению. Она у вас должна быть исключительно ровной, соответствовать всему наращиванию. Часто девочки говорят, подскажите, помогите, почему у меня в классике нет ровного направления. У меня все ресницы торчат сикость-накость, кто куда хочет. Вот один из важных моментов, это именно сцепки. Чем меньше у вас сцепок, чем более отдельно одна ресничка от другой, тем более ровно и красивое ваше наращивание. Нужно научиться работать с клеем, нужно научиться работать над сцепками и научиться работать с направлением. Это одни из самых важных аспектов. Сейчас мы наблюдаем, если у нас сцепочка, мы берем реснички ближе к низу и расцепляем их. Слегка потянули в разные стороны и одна отщелкнуется от другой. И сцепочки нашей нету. Далее все реснички идут полностью чистенькие и аккуратненькие. Слегка поменяли ракурс, чтобы вам было удобнее рассмотреть данное наращивание абсолютно со всех сторон, как вам будет удобно. Поэтому, надеюсь, это видео вам будет очень полезным. Внутренний угол, чем он проблемный? Если во внешнем углу очень много кучерявых, закрученных ресниц, то работать с этими ресницами нужно, либо упуская их, либо ставить ресничку при самом основании и хорошо задавать направление искусственной ресницы. Внутренний угол, он слишком мелкий, там реснички. Поэтому на данном видео я использую пинцет фирмы Vetus ST11, острый. Вот этим пинцетом очень удобно прорабатывать внутренние уголочки. Пинцет хорошо ровный, очень острый. Иголочки у него очень острые, прям как иголочки, да, остриночки эти. И им очень легко добраться в любой уголочек и разделить любую самую тонкую ресничку. Поэтому этот пинцет я вам рекомендую. На все инструменты, на все материалы, которые я использовала в данном видео, я обязательно снизу оставлю ссылочку. Если вы еще обратили внимание, у девочки реснички светлые. Мы их не прокрашивали, потому что у нас стоит хорошая лампа, и мне, в принципе, и так неплохо видно. Зрение, оно нарабатывается тоже со временем. То есть зрение – это не то, что вы сели, и в первый же раз вы проработали все ресницы. Нет, вы когда садитесь, в первый раз вам будет трудно. Трудно как бы со стороны, она кажется, да, что тут делать, да, я сейчас сяду, это все наращу и все дела. Нет, вы попробуйте сначала. Во-первых, трудно увидеть полностью все ресницы, создать хороший объем, пышность и густоту. Во-вторых, сложно задать каждой ресничке направление. Это все-таки тоже искусство. Поэтому и есть определенная какая-то постановка руки, да. Мы всегда при работе помогаем безымянными пальчиками. Безымянный пальчик на правой руке, он помогает искать ресницы. В основном это тогда происходит, когда заполняемость глазика уже достаточно большая, мы плохо видим реснички, да. Мы прочесываем их расчесочкой, начинаем безымянным пальчиком также помогать искать реснички. На данном видео вы тоже это сможете увидеть. И безымянный пальчик на левой руке, который держит острый пинцет, он иногда может приподнимать, помогать приподнимать наше веко. Особенно это касается тех девочек, у которых реснички очень низко лежат на пальче, расположены низко к пальцу, где идут вот сцепки или подцепливание, приклеивание, да. То есть безымянный пальчик левой руки, он слегка может приподнимать веко и помогать, избегать этих сцепок. Итак, сейчас вы видите, что внутренний угол мы прорабатываем, он достаточно такой проблемный. Внутренний угол не для ленивых. Тут нужно усердно посетить с ним, поработать, разделить эти все мельчайшие реснички и хорошенько приклеить внутренний угол, потому что внутренний угол у носа, он идет всегда самым уязвимым. Почему? Потому что утром просыпаемся, а глаза хотели потереть глазки, в основном это начинается со внутреннего угла. То есть мало того, что клиент постоянно его где-то деформирует, трогает там еще и самые слабые ресницы. Поэтому с внутренним углом нужно работать внимательно. Если вы его будете недорабатывать, визуально ваше наращивание будет смотреться не полностью законченным. Это тоже очень важный момент и смотрится это далеко не в лучшем ракурсе, когда внутренний угол не доработан. Часто бываешь, просматриваешь в интернете какие-то фотографии и видишь, ну вот, красивое наращивание, а вот чего-то не хватает, как будто оно не завершенное. Вот это именно и касается внутреннего угла. Всегда нужно с ним работать. Комфортная длина для внутреннего уголочка это 8-9. Если вы работаете с длинами от 12 до 15, если ваш клиент пришел и попросил небольшую длину там 11-10, то тогда есть смысл поставить внутренний уголочек там и до шестерки, до семерки спуститься. Но самое-самое комфортное, я обратила внимание, что девочкам ходить внутренний угол это 8-9. В менее длинной длине обычно даже не нуждаются девочки. Сейчас мы видим уже достаточно большую заполняемость глазика. Наверное, работа у нас где-то выполнена на 45%. Ресничек у модели не так, ну вот у нее средняя густота, можно сказать, ресничек. Реснички светлые. И сейчас мы уже начали работать внешний и внутренний угол, внешний и внутренний. То есть сначала мы работаем каркасом с внешнего угла, с отступом где-то в 5 мм, мы идем к внутреннему углу. И так заполняем до тех пор, пока вам не покажется, что ресничек уже заполняемость достаточно хорошая. Если это произошло, вы можете работать, как я люблю работать, вообще полностью в объемах, я так люблю работать. Это внешний и внутренний угол, внешний и внутренний, внешний и внутренний угол. Я тогда знаю, что полностью прорабатываю, полностью все реснички до конца. Итак, выполняем мы беличий эффект. Он у нас достаточно плавный. То есть вы видите, что длина там, где белочка, она идет 13-14-13. Это плавный беличий эффект. Возможно, могло быть такое наложение еще 13-14-15-13. Вы можете отодвигать и искать реснички, помогать с помощью изогнутого также пинцетика. То есть вы можете двумя пинцетиками раздвинуть себе реснички, найти нужную ресничку и затем только брать искусственную ресницу. Реснички искусственные с ленты мы снимаем слегка выше срединки. То есть в объемах это делается по-другому. В классике реснички снимаются слегка по выше срединки. Тогда у вас удобная зона и комфортная для того, чтобы и поставить ресничку, и зафиксировать ее, и задать ей направление, и окунуть в клей. То есть это такая очень оптимальная длина нашего корешка получается. На данном видео осталось уже совсем немного ресничек. Данный глазик подходит к завершению. Наращивание мы делаем плоскими ресницами. Плюс этого видео в том, что, я думаю, все-таки для вас здесь очень много полезной информации. Вы можете увидеть, как наращивание происходит от самого А до самого Я. С проработкой всех моментов, которые существуют. Мы уже видели, когда степка происходит, реснички снизу надо расцеплять. И теперь смотрим, как не нужно делать. Девчонки, вот этого не делайте, пожалуйста. Вы вот смотрите, я вам показываю, как надо делать, как не надо делать. Когда вы сверху протягиваете, какая деформированная получилась ресничка. Притом посмотрите на нее сейчас. Я надеюсь, вам это все-таки заметно. Что ресничка, от того, что вы будете растягивать их сверху, они будут, сами реснички, они будут немного деформироваться. Я не знаю, верьте вы или нет, но настолько хотелось, чтобы видео это было для вас информативным. И это очень важная информация. Мне даже сейчас немного видно эту ресничку, что она все-таки со зломом. Во всей массе она, например, потеряется. Но если вы будете повторяться и делать такое часто, вот у вас будут получаться сцепки, вы будете растягивать где-то за верх ресницы или выше средины, она у вас будет действительно деформироваться. Если вы хотите убрать сцепку, в начале видео там был кусочек, где я показывала, что сцепочку нужно расцеплять, реснички нужно расцеплять снизу. Не нужно расцеплять их сверху. Это будет неправильно, как только что было на видео, например. Это будет неправильно. Итак, наше наращивание почти подходит уже к завершающему этапу. Осталось совершенно немного ресничек. Еще, если у вас будут подклеиваться реснички к патчу, где-то у меня уже было видео, где я показывала, как вам их отцепливать. Острым пинцетиком придерживаете патч, изогнутым пинцетиком подтягиваете саму ресничку. Нужно это все делать аккуратно. Не торопитесь, не тяните, не доставляйте своему клиенту какого-то дискомфорта. Сейчас мы можем видеть, что внешний и внутренний угол уже достаточно плотно забиты. Уже появилась там чернота, густота. Работаем мы с плоскими ресничками. Еще раз напоминаю, это ресницы фирмы iBeauty. Уже слышала такие моменты, что говорят, что работать с плоскими ресничками это не гигиенично. Не понимаю, у кого и от чего слаживаются такие выводы и доводы. То, что я читала комментарии, они абсолютно какие-то слаживаются у меня, что их делают те девочки, которые вообще не работали еще с плоскими ресницами. Плоские ресницы, они не полностью плоские. Они имеют в диаметре небольшую выемочку под натуральную ресницу. За счет этого они полностью плавно прилегают. И нет, там вот пишут, там появляются зазоры, потому что ресница круглая, это квадратная, и там накапливается грязь. Неправда, это все ерунда, никакой грязи там нет. Мы сами их носим. Я безумно люблю носить плоские ресницы. Но это на любителя, потому что плоские ресницы все-таки они смотрятся немного так грубоватенько, сильно насыщенными, плотными. То есть для любителей очень натурал лук не подойдут такие реснички. Для таких подойдут реснички с толщиной 0,1, когда совсем хотите незаметным сделать наращивание и очень естественным. Только в таком случае. Плоские ресницы это для любителей хорошо прокрашенного, насыщенного эффекта. Дорогие мастера, в данном видео очень много информации, которая была бы вам полезна. Здесь созданы все эффекты не только то, как правильно наращивать, я показываю, а еще те ситуации, с которыми вы можете столкнуться во время наращивания. Поэтому просмотрите, пожалуйста, это видео до конца. Я здесь как создаю, так и устраняю все полностью проблемы или моменты, просто с которыми вы можете столкнуться как новичок во время своих наращиваний. Всем приятного просмотра. Сейчас немного музычки и в конце видео также будет очень много полезной информации. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Я начала на первом глазике работать от внутренней части, то есть от самого начала глазика. Точно тоже я должна повторить с этим глазом. Мы рисуем такие лучики, которые будут разметкой для наших ресничек. Мы будем делать беличий эффект, поэтому повторяем тот же самый, следим за патчем, который у нас был, и повторяем то же самое на втором патче. Теперь мы должны разделить эти лучики еще на две черточки. Мы разделяем эти лучики и получаем точно такую же схему, какая была у первого глазика. Теперь без перескакивания ресниц, чтобы создать ровную форму ресниц, чтобы не было лестничек, мы должны брать полностью все реснички всех размеров. Если мы сделали разметку от 10 до 14, значит мы должны использовать полностью все ресницы. 10, 11, 12, 13, 14. Итак, мы рисуем эту разметку, да, вытянули 14, такая беличий эффект на излом брови, и внутренний угол у нас десяточка, но мы запомнили, что мы поставили две, самые первые две реснички, я все равно поставила девяточки. Поэтому если вы сделаете такие моменты, вы должны их повторять, были на первом глазике, вы должны их повторять на втором глазике. Итак, смотрите, какой проблемный у нас на левом глазике внешний угол. Реснички и глаза всегда, они бывают асимметричны, то есть они бывают разными, да, и смотрим, что с левым углом нам достаточно придется очень внимательно, аккуратно работать. Бывают такие участки на глазках, которые немного дольше по времени прорабатываются, чем потом вы наращиваете полностью, да, весь глазик. Самые проблемные участки это внутренний и внешний угол глаза, да, внешний бывают кучерявые, разноторчащие, стоящие и тому подобное, поэтому мы должны к этому подходить внимательно и уделять этому достаточно времени. Данное наращивание было выполнено где-то за час 10-15, наверное, поэтому фактически полностью все наращивание вы видите в онлайн режиме почти, то есть то, что было и то, что я вам хотела преподнести, показать и рассказать. Не знаю, для меня, если бы я вот только была начинающим мастером, да, и посмотрела это видео, ну, мне кажется, за это видео все-таки можно быть действительно благодарным, потому что стараюсь вам озвучить по максимуму полезной для вас информации и надеюсь, что вы сможете даже после этого видео выполнить самостоятельно работу, возможно, даже без прохождения обучения в курсе. Девчонки, буду ждать ваших работ, если это видео вам помогло, сбрасывайте свои работы, я вам постараюсь помочь еще как-то подкорректировать на ваших фотографиях, что у вас было так, что где возможно было не так. Смотрите, если берете немного больше, да, капельку клея, вы обтираете патч и ставите потом на ресничку, либо второй вариант, вы можете эту капельку, если она небольшая, протереть по ресничке и поставить на ресничку. Не забываем работать с пальчиками, если вам, если что, если нужно, работайте с пальчиками, с безымянными, либо это, если при поднятии века, да, мы можем работать левой рукой, либо с безымянным пальчиком приподнимать века, либо у кого очень длинные пальчики, можете попробовать работать с мизинчиком, это тоже как бы один из вариантов. Девчонки, мальчишки, сейчас немного приятной музыки, смотрите внимательно видео, все моменты для вас создаю, какие надо, какие не надо, ну, то есть, все то, чтобы было бы вам полезно. Сейчас немного приятной музыки. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Вот такой вот щеточкой, которую я заказываю на Алиэкспресс, и снизу будут ссылочки. И этой щеточкой также вы тоже очень хорошо прочувствуете реснички. Можете обратить внимание, я сейчас это буду делать еще не один раз, и ни одна ресничка из глазика не спадет. Это будет означать то, что наращивание действительно выполнено, очень хорошая была сцепка между натуральной и искусственной ресницей. Достаточно было взято клея, все реснички вы видели, что я вам показывала, что все реснички отдельно стоящие. И вот такой результат у нас получается. Я немного промахиваю веером, чтобы шли испарения. И можем посмотреть, что плоские ресницы, это действительно ресницы, с которыми получается эффект накрашенных. Итак, мы закрепляем закрепителем наши глазки. Один и второй глазик, закрепитель усиливает сцепку между клеем и ресницей. Вот что еще я хотела вам рассказать. Обратите внимание сейчас на тот глазик, который я мажу закрепителем. Это левый глазик нашей модели. Он сейчас как бы немножко в хаотичном положении. Что делает закрепитель? Он еще работает как лак для волос. Если у вас вдруг не удалось хорошо сделать форму глазика, выложить, вы можете сделать это с помощью закрепителя. Мажете закрепитель на зону роста ресничек и клея. И потом слегка кисточкой, обязательно щеточкой, не кисточкой, а щеточкой вы прочуваете реснички. Вы сейчас посмотрите, какое идеальное положение закрепитель придал ресницам. То есть ресницы полностью вы зафиксировали так, как вы захотели. И такое же положение эти ресницы приобретут до конца, пока ваш клиент будет ходить. Но такое положение вы можете сделать только в том случае, если у вас не было сцепок. Если вы проработали очень аккуратные и качественные ресницы, у вас нет сцепок. И только в таком случае вы можете получить, вы можете закрепителям задать форму вашим ресничкам. Вот видите, реснички полностью приняли очень красивую форму. Еще раз промахиваем веером после использования закрепителя. И хочу обратить внимание, посмотрите, сколько раз все-таки я прочесала ресницы щеточкой. И ни одна ресничка никуда не девается. Если когда вы прочесываете реснички щеточкой, они слетают, то вы плохо фиксировали их с натуральной ресницей. Либо у вас что-то не сложилось в помещении с воздухом, увлажнителем и тому подобное. Потому что реснички после прочесывания, они должны держаться просто как цемент. Очень-очень-очень плотно. Итак, наше наращивание подходит к концу. Мы получили то, что мы хотели. Посмотрите, какое насыщенное наращивание мы имеем плоскими ресницами. Они не дают эффекта какого-то легкого воздушного наращивания. Они дают эффект конкретно накрашенных ресниц. То есть вы должны у своих клиентов спрашивать, зачем они к вам приходят. Если они хотят эффектно накрашенных, хорошо прокрашенных ресниц, то плоские ресницы созданы именно для этого. Итак, сейчас мы видим наши результаты. Вот такое у нас получилось наращивание. Дорогие девчонки, наше видео подошло к концу. Надеюсь, урок по классическому наращиванию ресниц вам будет очень полезен. Здесь было очень много полезной информации. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok